Он всегда вовремя открывает свой магазин в любую погоду. На дверях еще карантинное. Без маски не обслуживаем. Продавец делится. Лучше бы и дальше в масках ходить, чем под обстрелами. Самый популярный товар в магазине – питьевая вода. То, что привозят волонтеры, не всегда хватает. Мы завозим и хлеб, мы завозим и по продуктам. Бабушки, дедушки все равно заходят, скупляются. Вискови заходят, скупляются. Это все кушать хотят. Артем осторожно выгружает немногочисленные товары. Они ценные, ведь ехать за ними и далеко, и опасно. Страшно, конечно. Я сюда еду. Я два раза сюда ехал. Я просто звонил жене, говорю, дорогая, говорю, я не знаю, чей я позвоню сегодня, но давай на всякий случай говорю. Говорю, все, говорю, счастливо. Ну, проехали нормально. После бомбежки уехали. Да, у нас страшно. У нас вот перед магазином прилет, несколько прилетов происходило. Вот так все стояли, мы товар принимали. И через двери было видно, бах, прилетело, все. Так что всем страшно, поверьте. Чтобы отовариться здесь, люди преодолевают по несколько километров, ведь больше негде. Эта женщина добиралась из отдаленного района города. Один магазин на часах яр остался. Я приехала из района Канала. Вот большой пирожок с картофелем. 20 гривен. Цены специально не завышают, хоть и остались монополистами. Понимают, что у людей нет денег. На поселку разбитый магазин, так сюда ездил. Вот тут оставшим магазин. Вот так. Батарейки на приемник. Продавщица Лилия, как и все здесь, живет без воды, газа, света. Рассказывает, работа помогает отвлечься. И помощь людям. Улыбнешься, и они тебе скажут спасибо. Это уже приятно. Что делать? В этом магазине можно не только приобрести продукты. Артем также помогает людям снять наличные. Ездит в соседний город, где работает банкомат. А еще заезжает в аптеку, чтобы купить лекарств. До свидания. До свидания.